Всем моим подписчикам большой привет! Я сегодня записал одно обзорное видео, в котором расскажу о так называемых банках, вакуумных банках. Это устройство для создания вакуума под поверхностью этого прибора. Вакуум образует очень хороший эффект. Под ним резко увеличивается кровообращение, капиллярообращение и лимфообращение. За счет этого, что местно производится вот это увеличение, потом образуется лечебный эффект. Существует множество приборов сейчас на рынке, начиная с первых стеклянных банок. Они есть в продаже, можно приобрести и уже очень давно служат для оздоровления. Их можно выписать в общем также из маркетплейса. Неудобство заключается в том, что для того, чтобы создался вакуум под ними, их перед этим необходимо прогреть открытым огнем. То есть берется какой-то факел и внутренняя поверхность банки подогревается этим факелом. Спирт зажигается, палочка с ваткой и спиртом. И за счет прогрева образуется вакуум. Затем она прикладывается. Иногда бывает и ожог, если перегреете. И за счет охлаждения воздуха образуется вакуум под ней. Но банки традиционные и давно проверены. На рынке сейчас существует множество уже других банок. Я покажу сейчас модификации. Появились вот такие вот силиконовые банки, которые удобно ставить, но глубина вакуума не очень большая. Мне они не очень понравились. Как она работает. Сминается корпус этой банки. Смазывается у нас это место. И за счет того, что силикон стремится расправиться, под ней образуется вакуум. Вакуум не глубокий. И она не очень хорошо прилипает. То есть, бывает случай, что она выскакивает в ненужное время. Также существуют вот эти вот банки, которые есть тоже на маркетпрессе. И снабжены. Они разных размеров. Снабжены насосом ручным, механическим. В банке встроен клапан обратный. И прилагается насос. Вы эту банку ставите в необходимое место. За счет насоса создаёте вакуум. Получается вот такая вот достаточно хорошая степень вакуума. И эта банка, набор удобнее тем, что там есть банки разных размеров. В каждой клапан, начиная вот с таких, с больших и кончая маленьких. Которые удобно ставить в места труднодоступные. Есть также уже и электронные вакуумные помпы или банки. Которые в основном двух модификаций. Одна из них со встроенным аккумулятором. Вот она первая. Включается по программе. И выставляется время и степень вакуума. Запускается насос помпа. И загорается светодиод, который создаёт ещё эффект нагрева. Банка ставится в нужное место. И за счет работы насоса создаётся вакуум под ней. Плюс к тому же прогрев под ней. Снимается вакуум нажатием. Очень хорошая банка и достаточно надёжная. Уже работает у меня полгода. Как я сказал, одна встроенная аккумулятор имеет вторая, внешний аккумулятор или источник питания внешний. Включаете Powerbank или её с компьютера можно приводить. И точно так же идёт по этой программе. Можно степень откачки задавать и степень нагрева. Только неудобно тем, что провод участвует в этом деле. Глубина вакуума достаточно большая. Но они стоят достаточно дорого. Но вещь очень удобная. Сейчас каждый должен иметь эти приборы у себя дома. Всего вам доброго и не болейте.